АПЛОДИСМЕНТЫ И зритель, да, написал такой вопрос Леониду Сергееву в стихотворной форме. «Той весной, открыв оконце, Леонид, гроза поэтов, так сказал под ярким солнцем, я замкну венок санетов. Дни осенние настали, барабанит дождь по крыше, Леонид сидит в печали, и венок санетов пишет. Мы венок как бога ждали, как боги ждали, но поэт исчез из вида. Так сплелись или достали те санеты Леонида?» Вы знаете, тут, как говорится, ответ заключен в вопросе. Я с удовольствием отвечаю, что я таки написал венок санетов. Но об этом узнают как о факте люди, потому что то, что там написано и таится внутри, я думаю, что никогда уже не будет обнародовано, потому что это упражнение. Это упражнение, честно говоря. Просто мне захотелось в этой области себя немножечко так поискать. Нашел с трудом. Все это, конечно, так. И когда я рассказывал своим приятелям, друзьям, что вот венок санетов, один сказал, человек, который тоже в своей жизни написал венок санетов, он говорит, ладно, что венок-то, вот корона санетов. Я полез, значит, в улыбляться в знаниях и понял, что корону санетов не осилить никогда. Если здесь просто стишки образуются, то там венки санетов образуют корону санетов. Вот, я понял, что это недостижимо. И совершенно недавно я делился этой своей печалью с кем-то, и человек произнес, услышав слово в сочетании корона санетов, произнес загадочное сочетание – кокошник санетов. Мне так понравилось. Я решил вот подумать, а что такое, если у меня кокошник санетов? Это что-то такие санеты а-ля рус такие. Вот я сейчас думаю над этим. Интересно будет представить вообще. Хотя бы на название клюнуть, да? Я же сказал там, название 50% успеха. И прежде чем прочитать эти записки, я вот хочу выполнить обещание прочитать то же, что только исходя из названия уже обречено. На что обречено говорить не буду. Но это что-то такое, знаете, это такой среднеранний декаданс, я бы сказал. Называется так «Нечто астеизмическое» в двух частях. После этого можно кланяться и уходить. Потому что такое астеизмическое, я как не знал, так не дай Бог узнать. Итак, «Нечто астеизмическое» часть первая. Я в сад вошел, там было все прекрасно, Порхала бабочка, махая мне крылом, Звучала музыка торжественно и страстно, И вот он дом, мой старый милый дом. Вот мезонин, веранда с самоваром, И круглый стол с зернистой икрой, А рядом жбан с молидовым узваром, И пирожки румяную горой, Сверкает глянцем томный поросенок, Чеснок редис укропкин за гранат. О, как на вилку просится опенок, Тот, что груздюк в тарелке, друг и брат. Янтарюхи из супницы желтеет, Даря надежду на стерляжий рай, А в круг стола от предвкушения млеют Все те, кто населяет дивный край. Семья, друзья, друзья друзей и дети, Все, кто мне дорог, дорог я, кому? Все здесь, все рядом, И на всей планете нет объяснения счастью моему. Через слезу, что вежда застилает, Я посмотрел на стол весь мир, любя, И понял, что чего-то не хватает. Я дверь закрыл и вышел из себя. Часть вторая. Вокруг милохоти стояло лето, И тополя рубили на дрова, И рукопись забытого поэта На розжиг рвали, вычернив слова. На площади лупили активистов За то, что вышло их не пять, а шесть. Брехали псы, а с ними журналисты, И те, и те хотели очень есть. А кто-то пел фальшиво и не кстати, Совсем поправ понятие вокал, И жизнь была прекрасна на плакате, Что сиротливо в луже размокал, Мозг разрывали тысячи конклюзий, Слагая жизнь в картинке и слова, И остро захотелось просто взюзю, Что в утром затрещала голова, И вот всельбо, без права на проруху, Закрыв глаза почти что наугад, Я быстро взял желанную литруху И поспешил обратно в дивный сад. А если бы не говоришь, что это астриизмическое, Так и не было бы такого интереса неподдельного, Понимаете? Ну как вы уже поняли, Вторая часть марлезонского балета Будет такая ироническая, Эмористическая, сатиристическая, Такая, ну... Ну, только светленькое сегодня потребляем, Скоро весело будет, Вот уже настал человек. Евгения Николаевича нет, Цыганочка с уходом растягивалась С его исполнением, Ну прямо в номер. А здесь, Знаете, я просто могу вспомнить, Что эта песня была написана, Когда Бардов пригласили выступить в Сбербанке. Бардов и так не очень балует, А тут Сбербанк. Нет никого из Сбербанка, кстати, Случайно. Из Лукоила тоже идет? Газпром? Нет, да. И заплакал. Мы пришли в Сбербанк. Я впервые видел, Чтобы Барды ходили с двумя чехлами. В одном гитарка была, Болталась, В второй, как бы... Для чего вы взяли? Я сказал, ну так, Ну может быть, да. Вдруг душа распахнется у кого-то. Душа ни хрена не распахнула, И, значит, сидели люди С пристегнутыми наручниками, Портфелями в зале. Смотрели так спектрально мимо нас, Внутрь каждого. Вот. И я, значит, вышел, У меня там слова такие, Подарил бы мне Сбербанк Пачки три валюты, Я сделал паузу, Качаловскую, В общем, хат отдыхай. Я стоял на сцене, А сцена еще такая наклонная была, И так еле стоял, Ну, 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 ну. Не. Но с одним человеком была истерика, Когда я спел, Подарил бы мне Газпром акции 2%, Он просто паник и стал кричать, Там слезы, пот, хлопья. Потом мне объяснили, Что 2% акций, Это много. Мне сумму не назвать. Сказали это, Ну, хватит, хватит. А подарил бы мне Газпром Акции ноль целых процента, Да ведь я нивелирую, Я расту. Я бы деньги сразу в дом, Ну, че, Быть-то рубля, До цента, Подарил бы Рослесбром, Акции ноль целых процента, Акции ноль целых процента, Акции ноль целых процента, Я бы, Преон, дожил в том, Все целый на месте. А подарил бы мне Сбербанк Пачки три валюты, Закурил бы я табак, сделал пальцы гнуты И толкнул бы газ и лес, поменял бы валюту И купил бы у небес лишнюю минуту А потом еще пяток, да и прошло бы ненастья А там, глядишь, еще чуток, и настало счастье Ой-ой-ой, счастье-то хочется, несмотря ни на что Да вот, в народе говорят, такомого не бывает Что за деньги всем подарят, время начисляют Немобильный телефон, человек, однако Срок закончен, а выйди вон, а нет, живи никого Ай, ну правда, родной, живи милая Ай, ну и ладно, ну и пусть живы, значит живы Так сольем тоску и грусть водочкой и пивом Да, ребята, я за тобой, мне не надо лишнюю Ай, ну и ладно, ну и ладно, да и Извините, что ты разорался, что ты А подарил бы мне лукойл, нефтяную вышку А вот тогда уж не зевай, а ваше некрасиво Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Ребята, наливай водочки и пиво. Ну вы же понимаете, вот молодежь пошла не стала. Это ж мы раньше, ну да, пиво без водки, водки без пива, деньги на ветер, все это. Умели ж гулять люди, понимаете. Сначала что-то, махито засосали и все. Не надо про махито. Не, ну я не говорю о количестве. Количество всегда переходит в качество, даже с махито. Но диаметр трубочки я бы расшалял. Постепенно, постепенно, ну и до горлышка. Хотя бы. До Лукоиловской вышки. О, фух, я аплодил. Вот, знаете, все ведь, да, из жизни, безусловно. Когда я дома репетировал, я говорю, подарил бы мне «Газпром» акцент. Жена аплодировала. Толку нет. Но есть некие приобретения в этом жанре. Знаете, времени было много, и поэтому то, что сейчас я вам изображу, это длинно. Я надеюсь, хватит терпения. Главное достоинство состоит в том, чтобы я до конца, не сбившись, огласил просто, так сказать, все, что хотел огласить. Это, я не знаю, баллада, не баллада, поэма, не поэма, но очень длинно. Но, тем не менее, вот, знаете, тоже, как вот так смотришь вокруг, знаешь, когда на музыкальном ринге 70, извините за выражение, по-моему, 86-го года, да, спросили. Не, не 76-го года, спросили, чем отличается КСП-шный бард автор-исполнителя от Чукчи, типа одно и то же. Мне пришлось ответить на этот вопрос, я сказал, выдал фразу, которой стараюсь следовать всю жизнь, сказал, Чукчи, он что видит, то и поет. А автор-исполнитель, он видит, потом думает, чуть-чуть так через себя пропускает, а потом уже поет. С какой-то такой небольшой, собственно, интеллектуальной задержкой. Вот это тоже о том, что происходит с нами, с вами, с ними, но не со всеми с ними, да. Мой приятель Коля Жаров, пьющий бард не очень старый, Федор Конюхов Федор Конюхов Мореплав, телеплотник, академик, герой Федор Конюхов, Федор Конюхов Мы за нашего героя пользуемся мы горой И пошли они направо И за кон кричали «Браво!» А жена Колян и Клава Их пыталась проводить, но увидев на витрине В придорожном магазине Очень вкусные мартини Глава стала тормозить Шаг второй, десятый, сотый Тридцать пятый литр пота Ох, и тяжкая работа По родной стране шагать У Ираке реки раки Реже смех, а чаще драки То дворцы, а то бараки Ну-ка ручь пладать На четвертый год похода Тишь загладят на природа Никакого нет народа Чего сибирская тайга Пуля жажды утомимый Просипел, скажи, родимый А может, не туда пошли мы И сказал ему А-а Федор Конюхов Федор Конюхов Мореплаватель и плотник Академик и героя Федор Конюхов Сам Федор Конюхов Мы за нашего героя пользуемся мы горой И пошли назад герои Сон вскрыл их за горою Вышло раннею порою А потом опять зашло И пошли они до барабай И им опять кричали браво Их встречало вместе с клавой Вздорожавшее бухло Ну-ка ручь сразу сели Ну, короче, песню спели Коля с клавой только пили Федор только закусил Коля спел про перекаты Про таежные закаты И опять про перекаты Спел допил и вдруг спросил О чем мы уходили О чем мы ноги пили По родной стране бронили Без питья и без еды Федор глянул за окошко Отряхнул с ветровки крошки И огладив бородежку Он промолвил Слушай, сюда Вот зашел ты в чащу леса И забыл о всяких стрессах Отсутствие прага реза Это ж счастье пора Для ни властей, ни депутатов Ни военных демократов Никаких других пиратов Нету телевизора В общем Или вот возьмем, к примеру Возраст для пенсионеров Это ж чистая химера Кто ж до туда доживет Старички кричат А санну А тебе во барабанну Ты плывешь по океанну А ну а в Римчик идет В общем, дорогой мой Коля А будь на то моя бы воля Я бы еще в начальной школе Всех отправил бы ходить И плевать, что непогода В жизни главная свобода За нее и за природу Даже можно и налить И опять запелись песни С каждой рюмкой все чудесней И на ручка окрестный Ими как герои Федор Ходюк А тетя Федор Ходюксов Мы за нашего героя Больм лицом и горой Мы за нашего героя Всем народную толпой Это я еще куплет выкинул Представляете, как вот эта мечта Да, так Длиной в отделение Такая песня Ну, сейчас так Сейчас заканчиваю поэму Но очень злобную Она будет длинная Не знаю, увидит ли кто ее ищет Сам вижу каждый день Плююсь Смеюсь Веселюсь О том, как наши Кадаки ходили в Америку Чтоб те не мешали нам Просили львая дрессировщика Ну, ведь просто так Че петь, да? Вот я и придумал Что в этом году Исполняется ровно 40 лет Со дня Начала передачи Веселые ребята 79-й год Кто помнит передачу Веселые ребята? Вот долгожители И вот для меня Венцом было Проникновение в образ Рептилии гигантской И человека Перед Но Мы же поем по системе Станиславского Поэтому надо войти в образ Однажды, когда я вел передачу Слово за слово На канале СТС Была такая Парный конференц Ток-шоу На передачу пришла Надежда Дурова И ее ассистент Принес питона Он много килограммов весил Питонов обычно В холодильнике держат Года два Причем на арену выпустить И они такие И как раз была передача Под Новый год И сказали Кто поцелуется с питоном Хорошая примета Для Нового года Все как-то ушли сразу А я не успел Я целовался с питом Я вот вспоминаю эти ощущения Ужас Он и так хладнокровный Да и из холодильника Да еще и убили по-моему долго Поцелуй Это ужас Это название для триллера Нет, потом я Мыл долго все это А тут лев Это же, вы что У меня жена лев А как не надоело быть смешным Стоять на задних лагах Перед этим Хоть раз везу и стиснуть от души Но никаку И в дизале есть и дети Мозгу изделено много Но не здесь Здесь лишь одна Большая, как жираха Он норовится Под везу и стихую грязно Хватя на вашках О господи Уж челюсть Устает Хотя Поворился Перед отступлением Шампунь Оградный Где он Устает Как стиснуть Хочется Хотя Геногеннее Предпоследние мысли дрессировщика Его с утра никто не раздражал Его кормили Сделали уборку Не из-за кончерки что Наш так Все щеки Обтерешь об эту тюрку Как и здесь уютно Сыро и мягко Заботы все остались за щеками Жена Долгик Все где-то далеко Возьму вреду с квадратными глазами Вот захочу и здесь останусь жить И ты меня не вынешь Сместковым Да Левый клык придется подпелить Он только Рашкель принесу из дома История дальше умалчивает о судьбе дрессировщика Льва Я вот не так давно вспомнил, что когда работал в Вечерке в Казанске в 79 году Приезжал дрессировщик Бирюков, как сейчас помню фамилия Такой дрессировал Львов И я пошел брать у него интервью Шрама Большая цирковая Гимнаст здоровый Я говорю Ну как Да вот там Лев Сука Интересный зверь Я говорю Да ладно У вас все там подставное Там клыки выбиты Пенопласт А все Он так смотрел Пошли Все Интервью закончилось А он его брал на плечи 250 килограммов лев весит Он держал Мрачно смотрел на объектив Фотоаппарата Ну продолжая животную тему Вернее проникновение человека в животный мир Вспомнил песню Спасибо напомнили Значит Есть такой фестиваль Сатирический Нет Сатирический Я лично вычеркнул Юмористической Иронической Песни и поэзии Называется Ёрш Уже несколько лет Проходит в Подмосковье Собирается Прекрасная совершенно Компания Вот И Такая традиция Каждому Ёршу Писать какую-то новую песню И вот Была Тема Ёрш в деревне Когда-то Несколько лет Несколько лет назад Я написал такую песню Жил-был в деревне А Это что Веселая песня Мажор Жил-был в деревне Королик В деревне Королик Жил Был кролик Алкоголик И скотницу Любил А скотница Любила Быка Василия И солнце Им светило Носило Им земля И был там председатель И тоже сильно пил Ходил совсем под даты И скотницу Любил И все они страдали И плакали до слез И колосили Президали и сильно пил колхоз Вот кролик наливает В паилку самогон Морковкой заедает И слушает шансон А председатель в кружку Льет тоже самогон Закусывает кружкой И слушает шансон А быт как только видит Их красные глаза Их сразу ненавидит Ломает тормоза Копытом землю роет И хочет западать Деревня громко воет Горида твою мать Но скотница приходит И кончен страшный бой И быстренько уводит Василия с собой И пялятся странальцы На ихнюю красу Она с кольцом на пальце А он с кольцом в носу Зоофилия Тульча мелодия Зоофилия Мистериоз амор Зоофилия Зоофилия Тинармония И не век удар Зоофилия 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 Каким образом здесь оказалась Сапира Атару я не знаю Но она удачно вписалась С великой песней В Израиле концерт Пою эту песню И такая тишина И вдруг голос задних Боже, это ж по-молдавски 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 Приобретение есть еще В крупных формах Когда в 1979 году Которому, как мы уже выяснили В этом году исполняется 40 лет исполнилось Я написал первую оперу Свадьба Потом эта тема Мучила меня 20 лет В 1999 году я написал Пятую свадьбу песню То есть 4 оперы И одна песня И думал, что все Слава Богу Это закончено Достало уже Знаете Хотя каждая свадьба Это было слежение За временем За тем временем Потому что Ну первая свадьба На второй Значит они ММН Поиграли На третий Попробовали Китикет На четвертый Там меховые прокладки Для жителей Сугут И ух ты То есть как-то Можно проследить Некую историю Нашего общества По этим операм И я думал, что все Виктор Семенович Берковский Все время В общих концерты Говорил мне Сергеев Я ненавижу твои свадьбы Но сейчас ты пойдешь И будешь петь свадьбу Потому что Это конец концерта Надо поднимать Как-то Чтобы зал Очнулся От радости И вернулся на землю Я так понимаю Виктор Семенович И вдруг 19-й год Пробило Ну у меня не могло Не пробить Знаете Потому как я уже 6 лет Счастливый пенсионер Я по глазам вижу Что некоторые еще Отдалены От этого счастливого момента Некоторые отдаляются С каждым Прожитым годом А когда все молодеют На глазах Что же делать Правительство работает Я хочу воскресить Эту пенсию Как же С угрозой Сказал я Вот И значит Вдруг выскочила Свадьба номер 6 Опера Но если Например В 79-м году Начинала невеста В свадьбе Добре 3 Начинала Теща и тесть То сейчас Свадьба номер 6 Начинается Монологами Портрет тещи И портрет тести Портрет тести Думал Все Не довесю Снимком Черно-белым Муха Муха Сволочь Шикатит Слышь Матя Матя Портрет тещи Слава богу Господа пенсионеры Портрет тещи Портрет тещи Хе-хе-хе-хе-хе-хе Министр здравоохранения Дорогие мои старики Мы сердечно вас всех поздравляем Старики вы мои едоки Сейчас у кольчика вас откончаем Тамада Домоди 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 Засучиваю Рукав Конечно Рюмка Водки Внутри Верно Полезно Молодым Старикам Но Обращаясь К юным Поколениям Хотелось бы Заслушать Всех Мастерам Вбегают Детские Члены Специализированного Отряда Юный старичок Не надо о пенсиях Думать Ребята Не надо Ребята Тужить Первая девочка Ведь ты Получая Большую зарплату На пенсию Можешь скопить Второй мальчик Сказала мне Бабушка Внучек Нормально Я встану Комбайн на кролю Я сяду В станку Я веду Прекорально Я весь ваш отряд Прекорблю Министр здравоохранения Дорогие Мои старики Вы живите До стаи Обратно А тем временем Поставщики Вам поставят Для нас Препараты Входит Министр обороны Садатушки Бравые Дедушки А чё вам Делать Дома Дома Кличма Кличма Клима Сревматичма А вот и всё Что Дома Садатушки Да бравые Дедушки А если Будет Тяжко А вам Помогут Ваши Старушки И не Будет Тяжко Садатушки Бравые Дедушки Попушки Заряжёны А как Хряпнем Мы Из пляжки Кружки Охренств С вашим Затоном И все Ой да как бы Хряда 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 Да круто Хряда Пухрен Пухрен Вашим Тоном Приказ Верховного Гундамандующей Вознаменование Увеличение Срока Дожития Призвать Тех Кто Успел Не Успеть На Действительную Пока Службу Гость А когда-то Меня Мать Провожала А когда-то Вся Родня Напишала Кулике В армию Идти Шало Марш Чтобы Прапорщиком Быть Только Старшим Портрет Тещи Моей Дочи Уже Хорошо Обеселимся Портрет Тестя Жалко Ран Я ушел Щабо Напился А Ну Вы знаете Каждый день Темы Два дня Назад Ростат Рассказал О Росте Доходов россиян. Через три часа Росстат рассказал о резком Росте доходов россиян. То есть я хотел бы жить в эти три часа. Более конкретно. Или вот я говорю, переход на четырехдневную рабочую неделю. Всерьез ведь обсуждают люди. Так мы же пойдем впереди. Мы же, я вот предлагаю праздники сделать рабочими. Причем новогоднее количество сократить до двух, а остальное делать праздниками. И все. Все нормально. Неизбывные высоты, понимаете. Зияющие вершины. Ждем. Правительство работает. Товарь. Все работает. Ну и вторую часть нашей общины. Позвольте закончить. Тоже одна из новых песен. Вот запретный плод всегда сладок. Когда в детстве говорят нельзя сладкого. Сейчас опять говорят нельзя сладкого. А хочется. Хочется. Ой, хочется. Да. Выпивать не надо во многое. А хочется. Вот. Ну. И вот я ни в одной социальной сети не замечен и замечен не буду. Ну, как-то хочется, знаете, жить вот и знать, что где-то есть такое, вот где тебя нет. Вот. И вот не то, чтобы стремиться туда, а вот просто ощущать, что вот есть что-то такое вот. Какое-то вот такое. А вдруг там, а вот я не пойду туда специально, ну, приду еще и разочароваться в очередной. Я говорю, нет, 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 нет. Вот. Но об этом же мы же, о счастье же мы же поем, пишем там, о любви. И загрустил. Вот. Чего все притекли сразу? Это я шучу неловко. И я вот вдруг написал песню о Фейсбуке. Называется она «Фейсбучная казачья». Я все жду, когда придут казаки и зарубят меня нафиг. Но я говорю, я закрываю, я вижу эту картинку. Лава такая, знаете, вот казаки такие. И как с ноутбуками. Чипает. Классно. Напишу стишок, выложу в Фейсбук. Кто-то будет в шок у друзей и подруг. Кто-то будет крик, Кто-то будет гам. Каждый новый клик Мышкой по мозгам. Половина да, Половина нет. Сожжена еда, Кончился банкет. Выйду на крыльцо, На луну побыть. Трудно быть творцом, И притом не пить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Тай-ла-ла-ла-ла-ла. Тай-ла-ла-ла-ла-ла. Тай-ла-ла-ла-ла. Впрочем, пей не пей, Толку в жизни нет, Ночи все светлей, Все темней рассвет. Птичка до утра, все кричит беда, Ты прости, сестра, ехать некуда. Мне не надо обед, Господи, прости, Вот меня и нет ни в одной сети. Я пойду в фейзову, Заберу стишок, Буду всем я друг, Добрый корешок, малая. В третьем.